Привет, друзья! В прошлом видео я уже рассказывал о лучших смартфонах с Алиэкспресс и Яндекс.Маркет в 2024 году. Порой упоминал о них я и в своём Телеграм-канале. Кстати, рекомендую подписаться на него после просмотра этого видео. Однако приобрести флагмана с Китая по цене айфона или по около яблочной цене могут себе позволить далеко не все. Немногие могут это сделать. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Короче, не очень благодарное это занятие. А потому сегодня я покажу вам топ аппаратов этого года по более-менее доступной цене, которые могут себе позволить гораздо большее количество людей. Да и в потребительском плане такие гаджеты выигрывают. Вы не переплачиваете за технологии высшего уровня, которые есть во флагмана, и которые ещё не успели выйти на поток. Гораздо целесообразнее купить смартфон, который будет нафарширован актуальными железками и уже обкатанными фишками, всё это гораздо приятнее стоит, да и прошло уже, так сказать, огранку времени, отбросив от себя всё лишнее. Что ещё в прошлых поколениях флагманов считалось ни хрена себе каким перспективным и в будущем невероятно востребованным. Ну а теперь, после нашего нетривиального вступления, давайте посмотрим, какие смартфоны попали в наш обзор. Приятного просмотра! Poco уже давно ассоциируется в головах людей как бренд, предлагающий более мощное железо за свои деньги, чем конкуренты, при этом немного экономя на некоторых других характеристиках. Poco X6 Pro – яркий тому пример. Это настоящий зверь в плане производительности, благодаря топовому процессору Mediatek Dimensity 8300 Ultra, набирающему около полутора миллионов баллов в Antutu. Это почти флагманский уровень, обеспечивающий запас мощи на несколько лет вперёд. Чип этот, как и флагманский 8-ген 3-й, выполнен по 4-нанометровому техпроцессу и имеет продвинутую систему охлаждения с паровой камерой. Как следствие, смартфон не троттлит от слова «совсем», в отличие от тех же драконов. С ним работают 8 или 12 гигов оперативки и 256 или 512 гиг постоянной памяти. Можно сказать, что если помимо общения и потребления контента смартфон вам нужен ещё для игр или ресурсоёмких задач, вроде видеомонтажа, а желания либо средств покупать флагман нет, то смело берите X6 Pro. Уверяю, он в 2, а то и 3 раза производительнее своих конкурентов за ту же цену. Из прочего, X6 Pro имеет безрамочный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и обладающий частотой ШИМ 1920 Гц для снижения нагрузки на глаза в темноте. Смарт предлагает скромную, но одновременно с этим неплохую камеру на 64 Мп с оптической стабилизацией для нейтрализации тряски. Короче, звёзд с неба она, конечно, не снимает, но снимки делает вполне достойное дня сегодняшнего, в соцсетях краснеть не придётся. На добавку 8-мегапиксельный ширик и макро на 2 Мп, но они тут скорее ради тренда многокамерности, который ещё не совсем от нас ушёл. Из минусов отсутствие беспроводной зарядки. Зато есть стереодинамики с Dolby Atmos и NFC для бесконтактной оплаты. Батарейка на 5000 мАч с 67-ваттной быстрой зарядкой. До 100% всего за 45 минут. Но главная цена. За X6 Pro на Али просят меньше 300 долларов, или же в районе 27 тысяч рублей на Яндекс.Маркете. За такую цену это супераппарат, но у него есть ещё и младший брат, практически такой же, но стоит сейчас ещё на 50 баксов меньше. Я говорю о простом POHO X6. Разница кроется в процессоре. Тут Snapdragon 7S Gen 2, который менее производителен, но более энергоэффективен. Камень тянет за собой изменения в алгоритмах съёмки. Хоть аппарат на камеры одинаковый, всё же прошка снимает чуточку лучше. Зато в X6 есть 3,5-мм джек для наушников, на 100 мАч больше батарейка, а экран почему-то демонстрирует чуть большую пиковую яркость. И покрыт он более прочным Gorilla Glass Victus против Gorilla Glass 5 в прошке. Да и внешне он многим больше нравится. Зато в простой версии сэкономили на стандартах оперативной и постоянной памяти. Тут всего UFS 2.2 и LPDDR4X, когда в прохе UFS 4.0 и LPDDR5X. Впрочем, оба смарта не скрывают своей бюджетности. Пластиковые корпуса, никакой беспроводной зарядки. У обоих защита IP54 только от пыли и брызг. Поэтому выбор за вами. Пищу для размышлений я дал, а все ссылки оставил в описании. Но есть и альтернатива для Poco X6 Pro, и как ни странно, тоже от Poco. И также две. Сладкая парочка субфлагманов Poco F6 и F6 Pro. Оба стильные и компактные, но F6 Pro собран из более премиальных материалов. У него алюминиевая рама и стеклянная задняя панель на фоне полностью пластикового F6. При этом, как ни странно, эта прошка защищена хуже базовой модели. Дисплей у неё прикрыт более старым и простым стеклом Gorilla Glass 5 против Gorilla Glass Victus у обычной версии. Ещё сильнее огорчает рейтинг защиты. IP54 против IP64. Оба не боятся брызг, но младшенький ещё и пыли не проницаем. То есть, пластиковый корпус практичней. Зато Poco F6 Pro выигрывает в чуть более хорошем дисплее. Он более яркий и чёткий, с большим разрешением и плотностью пикселей. Однако, как и в F6, здесь нет технологии LTPO, обеспечивающей максимально гибкий контроль над частотой обновления экрана и тем самым экономя заряд батареи. В качестве чипа Poco F6 выступает Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Упрощённая версия 8 Gen 3, флагманского процессора 2024 года. А вот в F6 Pro стоит таки флагманский чип. Только прошлогодний, 8 Gen 2. Он шустрее, но незначительно. В то же время, оба процессора обеспечивают производительность топового уровня и работают с оперативной и постоянной памятью самых актуальных форматов LPDDR5X и UFS 4.0. Правда, вот их объёмы разнятся. По умолчанию, это 12 512 гиг, но у прошки есть ещё комплектация на 16 гиг и 1 терабайт. Короче, играть в требовательные игрушки вроде Call of Duty Warzone Mobile на ультравысоких настройках графики можно будет и там, и там. Меньшие объёмы памяти, думаю, этому не станут помехой. Обе новинки работают на HyperOS, фирменной и очень хорошо оптимизированной оболочке на основе Android 14. Основная камера Poco F6 оборудована сенсором с разрешением 50 мегапикселей. Скажу прямо, это не лучший модуль даже в рамках среднесенового сегмента, но всё же при хорошем освещении фотки выйдут всё равно неплохими, а вот в ночное время будут чрезмерно зернистые и тусклые. Примерно та же картина с видео. За дополнительные модули ничего и говорить не буду. Однако фронталка снимает очень неплохо и ещё выделяется нетипично широкими углами обзора. То есть на селфи поместится больше ваших друзей и влезут даже самые квадратные морды. У Poco F6 Pro дела с камерами получше, так как при одинаковом разрешении в 50 мегапикселей сенсор тут стоит больше. В результате главный модуль захватывает больше света и лучше снимает в темноте. А ещё тут нормальный ширик, условная макро и фронталка примерно того же уровня. В остальном различий мало. Оба смарта работают от аккумуляторов по 5000 мА, оба с быстрой зарядкой. У Poco F6 это 90 Вт и 40 минут за цикл, у Прошки 120 Вт и 25 минут. С другой стороны аппараты не поддерживают беспроводную зарядку, зато их не обделили хорошим звуком. Каждый смарт имеет полноценный и дополнительный динамик, выдающий мощный и качественный стереозвук, поражающий своими басами. Неплохи дела и с коммуникациями. 5G, NFC, но Poco F6 совместим с Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, в то время как Прошка поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3. Для полного счастья не хватает разве что поддержки eSIM. Короче говоря, если вам нужен мощный смартфон для связи, игр и потребления контента, но вы не хотите переплачивать за полноценный флагман, любая из этих новинок будет годным выбором за свою цену. Кстати о ней, за Прона Али просят в районе 420 долларов, а за младшенького в районе 300. На Яндекс.Маркете это соответственно 31 и 45 тысяч, но порой там проходят неплохие скидки. В общем, нужно проверять стоимость по ссылкам. Ну а стоит ли преимущество расширенной версии таких денег решать вам и только вам. Вонпласс Ace 3V, он же по сути своей Nord 4, крайне любопытный смарт среднего класса. Его выход ознаменовал дебют чипсета Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3. По технологии своего производства и компоновки он напоминает флагманский Snapdragon 8 Gen 3, что подтверждает и тест Antutu, в котором смартфон набирает полтора миллиона. Такого запаса с лихвой хватит на несколько лет беззаботной жизни. Genshin Impact на ультра-настройках даже спустя 20 минут выдает стабильное 58-59 FPS из возможных 60. Стеклянная спинка, но пластиковая рама. Превосходный 6,74-дюймовый AMOLED-экран с высоким разрешением, плотностью пикселей и яркостью, но без LTPO. То есть динамической регулировки частоты обновления от 1 до 120 Гц тут нет. Впрочем, смартфон способен переключаться между режимами 60, 90 или 120 Гц в зависимости от отображаемого контента. Яркость при автоподстройке не превышает 1100 нит. И похоже, производители начинают понемногу отходить от использования бесполезных фотомодулей-затычек, что не может не радовать. В OnePlus Ace 3V есть основная камера с сенсором Sony IMX882 и ультраширек. Третий глазок – это кольцевая светодиодная вспышка. Есть оптостаб, детализация на высоком уровне. Цветопередача естественная. Искусственный интеллект неплохо справляется с высококонтрастными сценами. Все хорошо. В экран встроена фронталка на 16 мегапикселей, тоже весьма добротная. Слева на корпусе фирменный трехпозиционный переключатель, позволяющий активировать виброрежим, либо полностью отключить уведомления о входящих сообщениях и звонках. Большой аккумулятор на 5,5 тысяч миллиампер час, 100-ваттная зарядка. За 5 минут восполнился примерно 25%, за 10 около 40, за 30 полный бак. Однако зарядки по беспроводу увы нет, пока что это чисто флагманская прерогатива. Зато есть полная защита от пыли и частичная от воды по стандарту IP65. Хотя некоторые блогеры утверждают, что таки погружали смарт в воду и спустя две недели он все еще у них работает. Можно долго искать недостатки у OnePlus H3V, но полагаю, все они компенсируются очень привлекательной ценой, всего 280 баксов или до 30 тысяч рублей на Яндекс Маркете. Realme 12 Pro Plus 5G еще одна альтернатива за небольшие деньги, только уже для тех, кто готов пожертвовать игровой производительностью ради крутой камеры. По своим параметрам это крепкий середняк рынка. Однако новый смартфон Realme, пожалуй, единственный представитель класса с перископическим модулем для максимального приближения объекта съемки. Кому нужен оптический зум за недорого, добро пожаловать. Тут трехкратная оптическая и 120-кратное цифровое приближение. Идеально подходит для портретных снимков или фотографий объектов на расстоянии. Ну а сам смартфон помимо камеры предлагает сочный изогнутый экран и достаточный для быстрой работы процессор Snapdragon 7S Gen 2, ровно как и в Poco X6. На борту 8 или 12 гигабайт оперативной памяти формата LPDDR4X, 128, 256 или 512 постоянки UFS 3.1. Батарейка на 5000 мАч плюс 67-ваттная зарядка. Беспроводную тоже, увы, не завезли. Зато есть стереодинамики и степень защиты IP65, смартфон устойчив к пыли, дождю и может выдержать легкий душ. А еще, так как Realme это часть концерна BBK, как и OnePlus, то у него реально крутая прошивка, где по скорости работы и эргономики они уже догнали, а возможно даже перегнали легендарную MIUI от Xiaomi. С Hyperos пока не решусь сравнить, но скажу, что в Realme MIUI 5.0 нет рекламы, к чему пользователи Xiaomi на заметку уже давно привыкли. Отмечу и трендовый задник из-за кокожи дикого дермантина и стильно оформленный блок камер, как заявляется разработанный дизайнером, который создавал проекты для Rolex. Телефон действительно выглядит дорого. В общем, брать можно смело, ценник в официальном магазине на глобальную версию крутятся от метки в 300 долларов, что по карману, если не всем, то многим. Но еще важнее, что каждый цент тут отбивается с лихвой. Всем уже давно известно, Redmi Note универсальные рецепты добротного и современного смартфона за недорого. В свою очередь, Redmi Note 13 Pro Plus лучший в плане характеристик представитель актуальной линейки ноутов. Здесь используется чип Mediatek Dimensity 7200 Ultra. Он анонсирован еще в сентябре 23-го и хорош тем, что не страдает из-за троттлинга, не в последнюю очередь благодаря фирменной системе охлаждения. А в Antutu он набирает достойное 725 тысяч баллов. Однако, он значительно слабее Dimensity 8300 Ultra, несмотря на то, что тоже выполнен по 4-х нанометровому техпроцессу. Если вам в первую очередь важна производительность, то лучше остановиться на конкуренте внутри бренда Poco X6 Pro. Однако, у ноута симпатичнее, как по мне, дизайн и намного приятнее камера. Смартфон оснащен физически большим главным сенсором еще и на 200 мегапикселей с оптической стабилизацией. Здесь он даже заменяет телевик. С таким высоким разрешением можно долго приближать картинку без больших потерь в качестве. Но макро и ширик тут тоже есть. И кстати, все сенсоры камер от Samsung и Sony. Также Note 13 Pro Plus готов подарить очень сочный экран с разрешением Full HD Plus и высокой яркостью 1800 нит и само собой с частотой 120 герц. Этот экран практически полностью защищен от сильного мерцания, обладает низким уровнем шима и соответственно не вызывает утомления глаз даже при длительном использовании в темноте, что подтверждено сертификатами Tuf Reland. Уже круто, не так ли? Но Redmi не остановились, дополнительно запаковав в устройство качественные и громкие стереодинамики с Dolby Atmos, влагозащиту по стандарту внимания IP68 и сверхбыструю 120-ваттную зарядку, которая наполняет батарейку емкостью 5120 мАч до сотни всего за 20 минут. Сканер отпечатков пальцев переехал под экран, но тем не менее обеспечивает быстрое и точное распознавание. Однако, как и у большинства китайцев, поддержка смартфона от производителя всего 4 года, что многим, впрочем, не критично. И еще, это единственный смарт из этого списка с поддержкой eSIM. Кто в теме, тот знает, остальные могут игнорировать это. Я же лишь скажу, что за этим стандартом будущее. Стоит Redmi в районе 300 баксов на Алике и 40 тысяч рублей на Яндекс.Маркете. Это мастодонт рынка, на который однозначно стоит обратить внимание. Надеюсь, вы оцените мою подборку и, вероятно, найдете в ней своего будущего спутника. Все ссылки на смартфоны у продавцов на Алиэкспресс и Яндекс.Маркете я разместил в описании. Также там я оставлю еще больше ссылок на смартфоны, которые я считаю достойными внимания, но они по каким-то причинам не попали в это видео. Переходите, изучайте и добавляйте в корзину. А еще больше крутых товаров в моем телеграм-канале, которые я также закрепил в описании. Последнее, кстати, очень актуально в преддверии большой распродажи 11.11 на Алиэкспресс, чтобы урвать товары с самыми большими скидками. В общем, приятных вам покупок и до новых встреч в новых видео на канале Мир Алиэкспресс. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!»